Политический кризис Речи Посполитой и её разделы Причины разделов Речи Посполитой заключались прежде всего во внутриполитическом положении самого государства. Оно характеризовалось как безвластие, связанное с таким специфическим явлением в европейской истории, как шельхетские вольности. На седаниях Сейма ещё со второй половины XVI века действовало право либерумвета. Его идеологом был львовский каштелян Андрей Фредро, обосновавший в своих трактатах верховенства право либерумвета. Согласно этому праву, если даже один депутат Сейма выступал против, решение не принималось, а заседание Сейма прекращалось. Единогласие было главным условием принятия постановления Сейма. В результате абсолютное большинство Сеймов было сорвано. Значительная часть шляхты в Речи Посполитой считала право либерумвета свидетельством своей шельхетской вольности и использовала его на практике для отклонения нежелательных постановлений. Всякая попытка реформы или стремление короля усилить свою власть воспринимали шляхты как покушение на шельхетские вольности. Поэтому на Сейме 1669 года было принято постановление, запрещавшее всякие нововведения в Речи Посполитой. Характерным явлением стала борьба магнатских группировок за власть, например, магнатского рода Сапек, выступивших против короля и стремившихся выглавить ВКЛ. Это противостояние привело в 1697 году к так называемой Домашней войне. В 1697 году Сеймом Речи Посполитой было принято постановление уравнения прав, в соответствии с которым шляхта ВКЛ уравнилась в своих правах с польской шляхтой. Государственное управление характеризовалось и властью магнатов и шляхты, и слабостью королевской власти в лице последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. Фактически некоронованным королем на территории ВКЛ являлся нечестерский магнат Кароль Станислав Радивилл, который заявлял в адрес Станислава Августа «Я такой пан, каким тебе еще нужно стать?» Внутриполитическое положение осложнялось внешнеполитическими обстоятельствами, связанными в начале XVIII века с боевыми действиями в годы Северной войны. Речь Посполитая стала постоялым двором и трактиром для иноземных войск. Такое положение позволяло соседним государствам вмешиваться в внутренние дела Речи Посполитой. Причиной их вмешательства стала также деятельность диссидентов, шляхта некатолического вероисповедания, которая не могла занимать государственные должности и избираться на 7. Они образовали пророссийскую Радомскую конфедерацию в главе с королем Станиславом Радивиллом и обратились к российской императрице Екатерине II с просьбой о возвращении своих вольностей, для чего из-за России в Речь Посполитой было направлено сорокатысячное войско. Противоясь диссидентам, католическая шляхта создала Барскую конфедерацию, на сторону которой перешел гетман ВКЛ Михаил Казимирогинский. Однако он потерпел поражение в сражении с российскими войсками под командованием Суворова. В 1768 году на 7 Речи Посполитой в Варшаве диссиденты были уравнены в правах с католиками. Также было отменено предыдущее решение об ограничении права либерам вето. Государственный строй Речи Посполит утверждался в форме так называемых кардинальных прав. Они предусматривали либерам вето, свободный выбор короля, право шляхты занимать государственные должности, владеть землей и крестьянами. Гарантировать выполнение кардинальных прав должна была Россия. Таким образом, политическая анархия внутри страны, отсутствие сильной центральной власти в лице короля, а также вмешательство внутренних дел со стороны соседних государств привели к территориальным разделам Речи Посполитой. Со второй половины XVIII века были осуществлены попытки реформ, направленных на усиление Речи Посполитой. В экономической области определенный успех имели ограниченные реформы Антонио Дизенгауза и основания им мануфактуры. В области просвещения началом реформы стала деятельность «Эдукационная комиссия», организованной в 1773 году по открытию школ средней ступени. В политической области право либерум вето было частично ограничено и окончательно отменено только в 1791 году. Попыткой спасти государство от распада стало провозглашение сеймом 3 мая 1791 года Конституции Речи Посполитой, второй в мире после Конституции США 1787 и первой в Европе. Через три месяца Конституция была принята во Франции, где произошла буржуазная революция. Конституция провозглашала суверенитет Речи Посполитой, независимость государства во внешней и внутренней политике, ликвидировала разделы на Польшу и УКЛ, провозгласила единое государство с единым правительством, общими армией и финансами. Всем жителям Речи Посполитой предоставлялась свобода вероисповедания, но католичество оставалось господствующей конфессией. Руд крестьян признавался главным источником богатства государства, но крепостное право отменено не было. Предусматривалось создание судов, независимых от администрации. Хотя Конституция заложила основу для выведения Речи Посполитой из кризиса, однако временно реформирование государства было уже упущено. В 1772 году в Петербурге был подписан документ о первом разделе Речи Посполитой между Российской империей, Пруссией и Австрией. К России отошла Восточная Беларусь. Это событие стало результатом абсолютной слабости центральной власти и политической анархии, при которой решение общегосударственного органа управления Сейма могло не приниматься, если противоречивало интересам местной шляхты и магнатов. На Сейме Речи Посполитой, который должен был утвердить результат раздела, депутат от новогрузского поэта Тадео Шреетан в знак протеста лег перед остальными послами, депутатами Сейма в дверях. Однако они переступили через него и подписали соглашение о разделе. Шляхта, недовольной отменой своих многочисленных прав Конституции 1791 года, создала в 1792 году Торговицкую конфедерацию, потребовала отменить Конституцию и обратилась за военной и политической поддержкой к Екатерине II. В 1793 году статыщенное российское войско, оказывая помощь торговичанам, заняло большую часть территории Беларуси. По настоянию Российской императрицы король Речи Посполитой Станислав Август Панетовский присоединился к Торговицкой конфедерации и приказал прекратить боевые действия против российского войска. Состоялся второй раздел Речи Посполитой. К России отошла центральная часть белорусской земель. На последнем сейме Речи Посполитой, который проходил в 1793 году в Гродно, шляхетские послы без обсуждения подписали договор с Россией. Попыткой сохранить самостоятельность и независимость Речи Посполитой в границах 1772 года, то есть до первого ее раздела, стало восстание 1794-го, в главе с уроженцами Беларуси Андреем Тадеушем Бонавентурой Костюшко. История его имени связана с тем, что новорожденного ребенка, к пожеланию матери первоначально, окрестили в униатской церкви, дав имя в честь апостола Андрея Первозванного, а затем по требованию отца дали имена католических святых Тадеуша и Бонавентуры. Восстание проходило под лозунгом «Свобода, целость и независимость», который напоминал лозунг Великой Французской буржуазной революции «Свобода, равенство и братство». Вероятно, этот лозунг был знаком руководителю восстания Костюшко, который еще юношей на протяжении трех лет учился в столице Франции и Парижа после окончания кадетского корпуса в Варшаве. В борьбе североамериканских колоний против английского колониального засилия. Он был лично знаком с первым президентом США Джорджем Вашингтоном, дружил с одним из авторов Американской декларации независимости Томасом Джефферсоном. Тогда уж Костюшко является национальным героем США и Польши, почетным гражданином Франции. Он руководил восстанием на территории Польши. В ВКЛ во главе восстания стоял полковник Якуб Ясинский, а центром восстания был город Вильна. Здесь был создан самостоятельный орган руководства восстанием, наивысшая Литовская Рада. Призыв Костюшко к восстановлению Речи Посполитой в границах 1972 года нашел отклик среди патриотической шляхты ВКЛ, мещан и духовенства. Про разглашенным тогда ужим Костюшко по Ланецкому универсале, крестьянам позволялось получить личную свободу при условии, что они рассчитаются спонами и заплатят государственные налоги. Поэтому в отрядах повстанцев встречались и косинеры, крестьяне, вооруженные косами. На территории Беларуси они составляли до 1,3 от количества повстанцев. Однако достичь мачественной поддержки населения руководителям восстания не удалось. Восстание было жестоко подавлено российскими войсками во главе с Суворовым, за что он получил от Екатерины II звание фельдмаршала и 13 тысяч душ крепостных крестьян в Кобрисском повете. В 1795 году между Россией и Австрией и Пруссией было подписано соглашение о третьем, окончательном разделе Речи Посполитой. К России дошли западные белорусские земли. Король Речи Посполитой Станислава в Госпанитовске добровольно отрекся от престола. Речи Посполитой прекратила свое существование. Ее ликвидация стала нарушением всех международных прав. Субтитры создавал DimaTorzok